Первая июльская неделя без преувеличения стала одной из самых насыщенных в этом году по количеству важных событий, причем как экономических, так и политических. Во-первых, в Португалии проходит форум представителей центробанков, а их выступления позволяют рынкам составить свое мнение о ближних и дальних перспективах движения ставок. Во-вторых, и без того напряженному началу второй половины 2024 года добавляют остроты выборы во Франции и Великобритании. Причем вопрос, возьмут ли вверх популисты, является принципиально важным и для экономики в том числе. И если Великобритания 4 июля, скорее всего, избежит этой крайности, то второй тур во Франции представляет очень сильные риски для финансовых рынков, и в первую очередь для евро. Особенно еще раньше, в пятницу, под ударом может оказаться доллар, так как США опубликуют данные, способные в мгновение око развернуть политику американского центробанка. Но обо всем по порядку. Давайте выясним, на какие экономические отчеты следует обратить внимание в четверг и пятницу, 4 и 5 июля. Вы смотрите видео календарь трейдера. Для разогрева. В начале четверга рынки получат отчет о состоянии торгового баланса Австралии. Ожидается, что он останется в профиците и повысится до уровня в 6 миллиардов 700 тысяч австралийских долларов. Напомним, что профицит, в отличие от дефицита, означает превышение продаж над покупками. Тем не менее, в предыдущем месяце экономика страны зафиксировала снижение объемов как экспорта, так и импорта. Причем, наибольшие потери пришлись как раз на Китай, который для Австралии является крупнейшим рынком сбыта. Для сравнения, после более чем девятикратного скачка в марте, апрельские поставки резко снизились до 4,2%. Падение спроса во второй экономике мира главного торгового партнера Австралии негативно сказывается на валюте стран-антиподов. То есть, даже в случае подтверждения прогноза, ОЗИ может отреагировать к падениям. Примерно такой же может быть реакция евро на отчеты о заводских оптовых заказах в Германии. Ожидается, что показатель вырастет сразу на полпроцента. Это довольно смелый прогноз, учитывая, что в этом году индикатор пока так и не смог покинуть минусовой подвал. Поэтому в случае его выхода в плюс евро должен отреагировать ростом. Однако нервозность рынков ожидания основных отчетов в пятницу и итогов выборов по Франции скорее всего переведет стрелки роста на более безопасную валюту – доллар США. Правда, в пятницу единая валюта может обрести поддержку в публикации данных по росту розничных продаж в еврозоне. В месячном исчислении они согласно прогнозам должны подскочить с минус 0,5% до как минимум плюс 0,1%. Но учитывая, что в годовом исчислении показатель застопорился в нулевой зоне, большего оптимизма от этого отчета евро вряд ли стоит ждать. А вот в случае подтверждения прогнозов по нонфармам такой шанс появится у евро и других аналогов из корзины доллара США. Этот отчет является ключевым для американского регулятора, потому что он показывает не только количество новых рабочих мест, которые прибавила экономика США за месяц, но также и уровни безработицы и изменения заработной платы. Поэтому в случае снижения главной цифры нонфармов до 160 тысяч долларов тоже начнет падать. Но мы советуем вам также обратить внимание на показатели роста заработных плат, которые непосредственно влияют на темпы инфляции. Прогнозы нонфармы ожидают, что повышение оплаты труда в США затормозится в районе 3,6% годовых. Но даже если все пойдет по этому плану, до целевых 2% инфляции Федрезерва США этим цифрам еще очень далеко. Так что доллар вполне может показать некоторый рост. Хотя движение активов сейчас предугадать трудно, но один факт мы можем предсказать уже сейчас – высокой волатильности во время публикации этих данных рынком гарантировано. О том, как на самом деле будут развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете, конечно же, на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в новых видео. До встречи!